Всем привет, друзья! Вы на канале PlayJackson и сегодня у нас 8 выпуск Роттуамкал. В прошлой части я уже говорил, что в скором времени у меня начнутся тренировки с одной из мини-футбольных команд моего города. Так вот, сегодняшний эпизод как раз будет посвящен моей первой тренировке с этим коллективом. Так случилось, что впервые мы должны были встретиться с ребятами во вторник, но из-за того, что много кто работает или же учится, тренировка была отменена. Как итог, следующая встреча была запланирована на четверг, но опять случилась та же ситуация. Те, кто мог прийти, было 5 человек. Это очень мало, но все же было принято решение тренироваться тем составом, который будет. Помимо мини-футбольных тренировок, как вы уже знаете с прошлого выпуска, с первого числа этого месяца я успешно хожу в спортзал. Посещая я его каждый день, исключениями могут быть только выходные дни, и то не всегда, и то только когда я выезжаю за город. Так вот, мини-футбольная тренировка у меня вечером, а утро я начинаю со спортзала. По идее, если все будет получаться по плану, то 2 раза в неделю у меня будет получаться 2 тренировки в день. Ну а спонсором проекта Ро Том Кал является букмекерская контора Мелбет. Высокие коэффициенты, быстрые выплаты, максимальная надежность. Главные качества этой компании. Сегодня я хочу загрузить 2000 рублей на Борусию Дортмунд в матче против Борусии Мюнхенгладбах. В случае победы мы получаем чуть больше 4К. А перейдя по ссылке в описании, ты получишь бонус до 7000 рублей. Наша тренировка началась с самой обыкновенной индивидуальной разминки и продолжилась групповой работой с мячом. Данное упражнение должно было помочь вспомнить, что такое мини-футбольный мяч, как себя с ним вести и взаимодействовать с партнером. Упражнение происходило довольно интенсивно. Время от времени задачи менялись. Работали как левой, так и правой ногой. Работали как левой, так и правой ногой. С каждой минутой, проведенной в зале, ноги все больше привыкали к мини-футболу. Микротравма, которая была мной получена в конце прошлого месяца, меня уже абсолютно не беспокоит. Уже не слабо пропотев после первого упражнения, мы перешли к работе с вратарем. Идет вброс мяча от ворот в центр поля. Принимающий сбрасывает на партнера, тот возвращает на бегание и удар. Упражнение также выполняется как слева, так и справа. Периодически меняя вектор паса, то в свою бровку от пасующего, то в параллельную. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и заканчивалось все небольшой двусторонкой 2х2 с одним нейтральным вратарем. Забивать только с зоны и с паса в одно касание. Нейтральный бить поворотом не может. Продолжение следует... 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 Ну и брака с нашей стороны было намного больше, нежели со стороны соперника. К сожалению, мы проиграли, ничего страшного. Это мой первый выход в минифутбол за столь продолжительное время. В будущем будем работать и все обязательно у нас получится. Время у нас еще оставалось, ну и я предложил зарубиться теми же составами в перестрелку 3 подхода по 4 удара на команду. Кто больше забьет, тот и выиграл. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну я бы себе уже не простил, если бы мы еще перестрелку слели. В общем, вот такая вот моя первая тренировка с новой командой. Я надеюсь, все то, что мы делаем, не пройдет зря и в будущем мы обязательно дойдем к своей цели. Спасибо вам, друзья, всем за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня в инстаграме. Все нужные ссылки будут в описании. С вами был PlayJackson. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok